Дорогие тяжбы поставщиков с торговой сетью Холидей, кажется, выходят на новый уровень. Впервые за полтора года логически очевидных, но юридически непростых судебных процессов для поставщиков забрежил свет в конце тоннеля. Одна из компаний доказала, что претензии к ней не обоснованы. Подали касационную жалобу в суд по интеллектуальным правам. Это узкоспециализированный суд, который разбирается как раз в этих взаимоотношениях. И в январе 2021 года суд по интеллектуальным правам решения первой инстанции и апелляционной инстанции отменил и направил дело на новое рассмотрение. Эта история началась в 2019-м. Торговая сеть Холидей подала на банкротство и разослала своим поставщикам, алтайским и сибирским производителям, уведомления вернуть деньги за продукцию, причем поставленную и уже реализованную. В общей сумме речь шла почти о полумиллиарде рублей. Это может показаться странным, но в делах в банкротстве, говорят юристы, такие ловки используются. Среди тех, кому адресовали претензию, оказался и Константин Рябинин. С лета 2016 года мы поставляли детскую одежду, производили и поставляли в торговую сеть. Всегда обязательства свои выполняли добросовестно, хорошо, никаких вопросов к нам не было. Тогда компании пришлось вернуть 4 миллиона рублей. Спустя полгода после банкротства Холидея на рынке оказалась новая компания – Холидей Маркетинг. И уже она выступила с другой претензией. Якобы производитель незаконно использует товарный знак торговой сети. Причем вся продукция была предназначена для Холидей Маркетинга. Любой объективный человек понимал, что правда на нашей стороне, и претензии в этом случае были не обоснованы. И что было интересно, вот юристы поднимали подобные дела, и даже подобных дел не было в практике. Зато теперь, возможно, будут. Процесс Рябинина уже создает прецедент для десятков других поставщиков. И хотя суд первой инстанции и апелляция была на стороне торговой сети, Московский суд претензии к компаниям отменил, посчитав, что и Холидей, и Холидей Маркетинг – родственные компании, или, как говорят юристы, аффилированные лица. Но осталось дождаться решения Верховного суда. При положительном результате для поставщика у его коллег, по несчастью, появится козырь – прецедент. Анна Рашагирова, Александр Андропов, День с толком.